Это гористая местность на севере Албании, а это Желтый дом. По крайней мере, так его назвала в своей книге Карло Дель Понте, бывший генеральный прокурор Международного трибунала по Югославии. Согласно ее мемуарам, здесь в 1999 году была подпольная лаборатория, где проводились насильственные операции по изъятию органов для продажи. Жертвами были сотни сербов, косовских албанцев и цыган. Дель Понте пишет, что этих людей похищала освободительная армия Косова, а руководил этими действиями ныне действующий премьер-министр страны Хашим Тачи. 16 декабря обвинение Карло Дель Понте подтвердил в Париже докладчик ПАСЕ по правам человека Дик Марти. Он представил свой отчет, в котором говорится, что Хашим Тачи в конце 90-х годов руководил преступной организации. Она занималась убийствами, похищениями и насильственным изъятием человеческих органов для продажи. В докладе приводятся показания очевидцев. По их словам, после операции по изъятию органы переправлялись самолетом в клинике ряда стран Западной Европы. Премьер-министр Косова Хашим Тачи отрицает все обвинения. В четверг на пресс-конференции он заявил, что отчет Дика Марти является клеветой и ложью, которая повторяет пропаганду 15-летней давности.